Несколько улиц, старая детская площадка и футбольное поле. Таков маршрут прогулок у подростков, которые живут в селе Быковотрог. Несмотря на то, что это село – центр муниципального образования, здесь нет комфортного места отдыха не только для школьников, но и вообще для жителей разных возрастов. Молодежь вся ходит по улицам, таких мест встреч у них нет. Праздники не проводятся именно на уличных таких гуляниях, таких массовых, где бы было место, чтобы мы это все собрали. У нас такого нет. Там сделается реально место отдыха. Мамочек молодых очень говорят, хотят гулять с колясками. Подходящая территория, где можно было бы обустроить место отдыха – это небольшой сквер возле обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь проходят мероприятия, на которые собираются все жители села. На 9 мая мы собираемся и стоим на памятнике, символизируя детей войны, а даем честь. На данной стеле находятся 156 жителей, которые ушли на фронт и не вернулись. К 75-летию мы все данные уточняли. И вот к 75-летию хотим издать книгу памяти, в которую войдут уже уточненные данные с дополнительными материалами, которые выставлены на сайте «Подвиг народа». Сам памятник к Дню Победы жители села традиционно приводят в порядок. Штукатурят простенький монумент, подстригают кусты и газон. Но так хочется, чтобы эта территория превратилась в красивый парк. Эту мысль сельчане озвучили своему депутату Наталье Бахаревой. Та идею поддержала. И началось. Родилась идея сделать не просто памятник и все, а благоустроить территорию вокруг этого памятника, для того, чтобы людям можно было прийти с семьями, пройтись, погулять, рассказать историю. Подрастающему поколению рассказать о людях, которые воевали. В ходе нескольких обсуждений проект и заиграл. В нем появились пешеходные дорожки, зеленые насаждения, малые архитектурные формы. Памятник планируется облицевать керамоплиткой. Такую идею предложили сельчане, которые активно участвуют в обсуждении проекта благоустройства. Они здесь живут, они этим пользуются. Им должно быть комфортно, им должно быть созданы все условия для зоны отдыха. Этот проект я показывала Министерству сельского хозяйства, Министру сельского хозяйства Кравцевой Татьяне Михайловне. Она увидела сначала, первоначально, Наталья Юрьевна, это вы на самом деле собираете в селе? Я говорю, да, мы вот подключили, уже дальше расширили, уже кто что будет. Обязательно еще предусмотрите, чтобы был фонтан. Не надо большой, какой-нибудь предусмотреть. Заиграет по-новому и место притяжения для всех сельчан будет. Мы это тоже предусмотрели, но, естественно, проект разобьется на несколько этапов. Сами жители села уже делают предположение, каким будет новый парк в селе Быковотрок. Здесь как центр получается такой досуга, потому что и школа, и рядом дворец культуры, и там вот футбольное поле есть, площадка детская. То есть это очень хорошо для молодежи. Хотелось бы, чтобы был парк обустроен, и чтобы не гулять просто по улицам, а где-то в конкретном месте отдыхать, не ходить туда-сюда. Я бы хотела какой-нибудь тоже парк, чтобы было тоже обустроено, где можно отдохнуть, кататься где-нибудь на роликах, где далеко от машин, чтобы машин не было там. В том, что в парке у обелиска пройдет благоустройство, жители села не сомневаются. Свой проект они планируют реализовать по программе поддержки местных инициатив. Финансирование этой программы идет из областного и местного бюджетов с привлечением средств самих жителей. Кроме этого, финансово поддержать инициативу сельчан решили три предприятия – Балаковский филиал АО «Апатит», Транснефть «Приволга» и Металлургический завод. А это значит, что проект действительно важный и достоин реализации. Продолжение следует...